МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попросил собаку, дед Мороз принес, плюшевую. Теперь Алексей Угольков знает, желание нужно формулировать точно. Я попросил живую собаку-дворняжку, радиоуправляемую машину, сноуборд и доску для серфинга. А почему дворняжку? Потому что я люблю дворняжек. В том, что письмо дойдет до Деда Мороза, сомнений быть не может. Только на Лазутинке установили два почтовых ящика для писем в Великий Устюг. Один уже традиционный, а второй от Министерства благоустройства и фонда «Путь детства». Все письма, которые будут опущены и в один ящик, и во второй, можно опускать в любой, который нравится. Дойдут до Дедушки Мороза, сотрудники парка достанут все письма и отправят их на Великий Устюг. Обязательно нужно указать ФИО, адрес и контактные данные родителя, чтобы ответ обязательно пришел. А еще можно поупражняться в креативе. Краски, блестки, пластилин – все приветствуется, как и помощь родителей. Автором трех самых необычных писем Дед Мороз приготовит специальный подарок. Но это дополнительно. Зимний волшебник уверяет – на его работе пандемия не сказалась. Ребята, до Нового года еще много времени. Так что пишите мне письма. Я обязательно все получу, и в новогоднюю ночь вас под елочкой будет ждать ваш заветный подарок. Почта Деда Мороза работает не только на Лазутинке, но и в Раздолье. Правда, если вы хотите написать письмо зимнему волшебнику, стоит поспешить. Почтовые ящики будут работать до 20 декабря. Евгения Абгастина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова